Добрый день! Камера Монор, поехали! Здравствуйте! Только что ваше выступление было, как эмоции? Замечательно! Ну, на самом деле удивительно, в пятницу, конечно, концерт начинает в 6.20, в Москве это опасно, потому что, ну, все-таки мы понимаем, город большой, пока все с работы придут домой, наедут на метро далеко, потом, может быть, тот еще на маршрутке, потом, значит, пока поставят иракезы, пока, значит, оденут клепочки, там что-то еще, это уже проходит сколько времени, они же на работу с иракезами не ходят, те, кто ходят, они пришли сразу, соответственно, к 6.20, а те, кто не ходят с иракезами на работу, вот они сначала домой, потом, сейчас уже подтянулись, вначале было мало народу, но поддержка была огонь, а в конце вообще норм, норм, отлично, отлично, тем более мы отыграли и сейчас спокойно сидим, расслабляемся в пятницу вечером. Кстати, людей с иракезами как-то очень мало, вот, заметили? Зато здесь он много, в гримерках, в гримерках, ну, я же говорю, пятница, вот, кстати говоря, возможно, возможно, в этом и причина, они подумали, сейчас поеду, пока поставлю иракез, пока то, пока сё, уже будет 9, все пропущу. А сколько по времени вот иракез ставить? Сколько это времени занимает? У меня не было никогда таких длинных волос, я выстригал, а, соответственно, что там, раз, раз, выстриг и все. Расскажите о своих творческих планах ближайших. Творческие планы, значит, мы сейчас пишем новую пластинку, да, надеюсь, что мы все-таки соберемся и до конца этого года мы ее завершим, а там уже как решим, либо в начале следующего года, либо наоборот к Новому году, главное завершить ее, главное ее доделать, это вот самое главное. К Новому году был бы хороший подарок поклонникам. Возможно, возможно, да, нужно бонус-трек какой-то новогодний записать, ну, что надо подумать. А сколько примерно песен будет на новом альбоме? Ну, пока, ну, как бы, в планах 12, но тут же все зависит как, вот будет готово 9, там, 10, и мы скажем, все, дедлайн, дедлайн, выпускаем, ну, не знаю, посмотрим. А сейчас уже сколько готово? Четыре записано, да, а остальные, как бы, в процессе. А планируете ли клип какой-то возможностей? Ну, как вам сказать? Планируем, снимем или нет, не знаю. Вот, так, конечно, ну, сейчас это, в общем, все уже, в принципе, не сложно, сложнее собраться все вместе, в смысле, не собраться, в принципе, а собраться для клипа именно конкретно, то есть придумать там, как мы будем, просто поиграть в студии с гитарами, с барабанами, посадить, попеть, ну, как бы, не очень интересно, поэтому надо сначала придумать, что там будет в клипе, потом подготовиться, планирую, но как получится. А за этот год какие самые яркие воспоминания, возможно, какие-то выступления? На самом деле, что весна была огненная в плане концертов, что лето, ну, летом, по крайней мере, вот два фестиваля, непосредственно, конечно, Доброфест и нашествия, которые вызвали, там, максимальные эмоции. На Доброфесте было очень душевно, мы там сыграли много песен, много фаеров было, и, в принципе, фестиваль Доброфест, ну, Доброфест, он такой душевный, ты потом ходишь среди людей, как-то все так классно, мирно, вообще замечательно тусуешься, а вот стоят люди с арокезами. Значит, а на нашествии мы сыграли мало песен, но зато, но зато это было как-то по-другому, но бомбически тоже. Вот, я не знаю, это оба этих фестиваля для нас были, ну, с точки зрения эмоций просто отличными, и надеюсь, что и в обратную сторону мы тоже, ну, смогли что-то дать народу, по крайней мере, отзывы до сих пор, люди пишут, что типа огонь, огонь, все было круто, а мы очень рады, мы очень рады, мы надеемся еще повыступать. Когда больше волновались, на каком из фестивалей? Ну, перед выступлением. Ну, я думаю, что там было как, на самом деле, это два разных волнения, вот тут нельзя сказать больше или меньше, на Доброфесте было так, это был четверг, это начало феста, и было, ну, как бы так стрёмненько, что вдруг никого не будет. Вот, мы, ну, как бы все равно бы отыграли, сколько бы людей не было, отыграли бы на полную, вот, но все равно хотелось, и вначале так, раз раз размало народу, а потом, бруу, и когда вот они все подошли, и так стало круто, когда фаера зажгли вообще, там уже эмоции через край, мы уже походу меняли программу, добавляли еще песни, и вот это, кстати, клево было, то есть мы запланировали одно количество, я просто поворачиваюсь, мне показывают, еще две, я такой, так, что у нас там есть, ага, показываю парням, и это, и это, и вот так играем. А на нашествии было немножко не так, там операторы работали, и, соответственно, то есть это накладывает свою отдельную историю, то есть тебе нельзя просто там отвернуться, пойти там что-то между собой договориться, если вдруг что-то, тут тебя снимают, и это все третранслируют не только в телевидении, вот это, Яндекс.ТВ, да, было, по-моему, но еще и на огромные экраны, которые были на сцене, и, соответственно, тут ты уже задумываешься, как бы так мне вот там, ну, не ляпнуть чего, может, лишнего, или еще какой-нибудь ерунду в стеке, но в целом, ну, вот я говорю, это разные волнения, с точки зрения, с одной стороны, было жажда, чтобы народ поднялся, мы отлично выступили, а с другой стороны, как бы, как бы не проявить себя какой-то там, ну, в какой-нибудь плохой стороны, не знаю, хотя я на первой же песне запнулся об мониторы, упал, и да, да, потому что я в нейрах играл, ну, пел, вот, и, соответственно, я все слышал в ушах, и я забыл вообще о том, что на сцене стоят мониторы, ну, просто вылетело из головы, и, соответственно, я от них забнулся, упал, и после этого все стало хорошо, ну, все волнение ушло вообще, окончательно. А еще какие-то ситуации случались на концертах? Аппаратура выходила, например, и строили, там, кто-то из участников был совсем в некондиции. Да, некондицию я прям совсем уж не помню, вот так, чтобы прям вообще некондиция, но были случаи, мы играли акустический сет, значит, и, ну, нам подносили пиво, подносили, ну, и поем нам подносят пиво. А когда это было? В год какой? Ну, нет, я не помню, это было в Щелково, наверное, года два назад, я не, ну, где-то так примерно, вот, в одном хорошем пабе, папа Однатонна, Щелковский, вот, наши друзья там, владельцы, ну, в смысле, хозяй, не знаю, короче, те, кто там работают, живут этим пабом, вот они, наши друзья, им привет. И, соответственно, мы вот это все пьем, и как-то поставили, значит, бокал по краям, и был мини-акустический слэм, то есть, ну, мы по акустику играем, и там человек пять слэмятся, и кто-то из них, по-моему, что-то типа замглавы администрации в слэме был, вот, его толкнули в колонку, он в колонку, собственно, он сломанул колонку, колонка сломанула стакан с пивасом, и стакан с пивасом пролился на розетки. Да, мы этого не заметили, мы заметили, конечно, как колонка пошатнулась, а как пивас пошатнулся, мы не видели. И дальше нас пробивало током, вот ты поешь, поешь, такой, и такой просто... Сильно? Да, сильно, сильно, прям по губам, и такой белый свет, потом просто появляется сначала такой центр, а губы продолжают петь, то есть я пою, а что там за слова уже в этой мысли, что это было сначала, что это было, а потом, когда мы осознали, что нас пробивает током, вот, мы уже поняли, да, что дальше, короче, вот так, аккуратненько, все, ни в коем случае не приближаться, вот такие случаи бывают. И так прям до конца концерта, но дальше мы уже аккуратнее относились, ваше здоровье. А за пить-то принесите? Да. Значит, это директор, заботиться о здоровье и о самочувствии. Значит, и да, дальше мы просто аккуратнее относились к микрофону, не приближались сильно там и так далее, но это было незабываемо до сих пор, вот видите. Хороший случай такой, интересный. Пожелайте что-нибудь поклонникам своим. Ребята, ваше здоровье. Вы понимаете, что, в принципе, движ на наших плечах. А из молодых команд каких-нибудь вам нравится кто-то? Вот поклонники, я не договорил, движ на наших плечах, так что вам здоровья, чтобы в слэме травмы были только легкие, чтобы со сцены, когда прыгали, не падали об бетон, а вас ловили на руки. И чтобы у вас всегда была вторая половинка, которая бы вас обнимала и отпускала на банконцерты, а лучше ходила вместе с вами на группу дергать. Вот, по поводу молодых команд. Молодых. А что такое молодые? Это сколько лет должно быть в группе, чтобы они были молодыми? Или молодые по возрасту, или что? Начинающие, которые, там, один альбом у них пока только. Честно говоря, я что-то как-то вот, не могу так сказать, чтобы прям, я просто, мне присылают ребята там в интернете альбомы, я прослушиваю их, но пока, чтобы вот прям вот зацепило, чтобы я это на репит поставил, не было. Вот, есть группы, которые уже несколько альбомов выпустили, которые, как бы, считаются начинающими, потому что, как бы, еще они суперизвестны, но хотя уже играют много лет. Вот. Поэтому не знаю, не знаю, насчет молодых не могу ничего сказать. Ничего не могу сказать. Да. А из уже таких известных музыкантов, на каком музыке вы росли, что вам самому нравится? Это очень сложный период такой жизни. Ну, то есть, имеется в виду, не, не, не сложный, нифига. Имеется в виду разный. То есть, когда мне было 4 годика, или 3,5, я научился говорить, я пел песни Любе, Наутилов Пампилиус и Газманова. Я извиняюсь, такой был на тот момент, я жил на Урале, такой был, видимо, бэкграунд вокруг. Вот. Потом постепенно, постепенно это все переросло, скажем так, в классический русский рок, потому что его там было навалом. А всего остального очень мало, на самом деле, в достатке. Интернета не было, были кассеты, они были дорогие, на самом деле, на тот момент, для 90-х. И, соответственно, потом начался период трэш-металла, это там Slayer, там, Сеплтура, не знаю, она относится ли к трэшу или не относится. Потом был период по очень тяжелой музыке, типа Cannibal Corpse, там, что-то еще. Но, в определенный момент, все это перешло, типа, в король шут и гражданскую оборону. И, после этого, пошел панк-рок. А потом и другая музыка всякая. Я, на самом деле, не запариваюсь, когда уже приехал в универ, нормально, меня познакомили с битлами хорошо. Вот, вот прям познакомили. То есть, не так, что, типа, Yesterday, там, еще, а с нормальной творчеством. Мне понравилась, мне понравилась группа Genesis, там нет тяжелых гитар, но там очень клевые композиции, хорошо продуманные, гармонические и вокально сделанные. Поэтому, ну, слушайте любую музыку, потому что это развивает. А в какой момент вы поняли, что хотите тоже заниматься музыкой? Вот сколько лет вам было? Значит, где-то там лет 10 не было. У меня была клюшка, мы играли в хоккей на Урале, это нормально. Там много времени зима, по крайней мере, было раньше. И, соответственно, когда кто-то играет в куколки или еще что-то, в машинке в 10 лет, а я играл, я включал, на тот момент, я помню, это, типа, группа Sodom, наверное, была, или там Slayer, не помню. И я брал клюшку и стоял возле зеркала, и, типа, наигрывал на гитаре, вот, на клюшке. И у меня была игра, что я рок-музыкант. Вот, наверное, тогда. Отлично. Все сбылось. Да. Так что, да, мечтать опасно, это сбывается. Спасибо вам большое за интервью и, вообще, удачи. Спасибо вам. Это что, YouTube? Или это радио, или ТВ-ТВ? Портал. Портал? Инсургент. Портал Инсургент. А на вас нельзя же подписаться, вы же портал. Можно? Подписывайтесь на портал. Я не знаю, как это, но вы знаете, если вы смотрите это видео. Ставьте там, лайки можешь ставить? Ставьте лайки, а дизлайки? Не надо. Не ставьте дизлайки. Че вы? Ну че, лучше лайк поставьте. А комментарии писать? Можно. Пишите комментарии. Вот. Спасибо. Спасибо вам.